В администрации городского округа город Буй состоялось очередное заседание Организационного комитета по вопросам проведения в нашем городе мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рассказывая о ходе подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы, заместитель главы городской администрации Татьяна Попова отметила, что в план подготовки и проведения праздника включены мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников войны, мемориальные, информационные, гражданско-патриотические, торжественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. На сегодняшний день обследованы жилищные условия 514 ветеранов, проживающих в городе. В ходе обследования были выявлены жилые помещения, в которых в этом году будут проведены ремонтные работы. Кроме того, организована проверка условий жизни бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда в целях оказания помощи в социально-бытовом обслуживании, а также предоставлении социальных услуг. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны проводится ежегодное медицинское обследование. Кроме того, во внеочередном порядке этим категориям граждан оказывается медицинская помощь, в том числе на дому. В рамках подготовки к 70-летию Победы большое внимание также будет уделено благоустройству памятных мест и мест захоронений. Составлен перечень мемориалов и обелисков, расположенных на территории города, которые будут отремонтированы. Тематические страницы, посвященные Великой Отечественной, есть в районной газете, на сайте городской администрации. Выходит программа на нашем канале. В течение этого года юбилейной дате будут посвящены праздничные концерты, фестивали творчества, конкурсы чтецов, тематические выставки в городских библиотеках, экспозиции в музеи и встречи поколений. Во всех автобусах Буйского АТП размещены плакаты с праздничной символикой к 70-летию Победы. Одной из мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной, проживающим на территории нашего города, остается бесплатный проезд на муниципальном автомобильном транспорте. Продолжение следует...